Местные коммунальщики решили внедрить современные технологии в сферу ЖКХ. Предприятие «Чистый город» сегодня презентовало два новейших автомобиля для сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Особенность специализированных машин в том, что они способны работать с заглубленными контейнерами. Их еще называют подземными. В скором времени такие баки появятся во многих дворах Наринмара. Специалисты говорят, теперь жители забудут о разбросанном мусоре возле своих домов. Удивительно, но подобных автомобилей с такой комплектацией в России больше нет. Их изготовили по индивидуальному техзаданию. Грузоподъемность манипулятора 6 тонн, да при том, что вес заполненного до отказа пакета с мусором порядка 600 килограммов. В столицу региона новейшие мусоровозы доставили из подмосковной Балашихи. Эти кадры были сделаны на заводе изготовителя. Вот автомобили впервые проверяют на работоспособность. С помощью крана-манипулятора из заглубленного контейнера достают многоразовый пакет для отходов. Всего несколько секунд и он условно опустошен. Заглубленные контейнеры – новинка для Ненецкого округа. Технология абсолютно простая. Пластиковые баки частично закапывают в землю. Внутрь помещают большой мусорный пакет. Его объем – 3,5 куба. Все прикрыто, закрыто. То есть позволяет мусору не разлетаться. Собаки не растаскивают мусор. И один такой бункер заменяет 4 простых контейнера. Будем пробовать, смотреть, как себя покажет на Крайнем Севере данная технология. Подземные емкости уже доставили в столицу региона. В общей сложности 53 бака. В Наринмаре их установят в ближайшее время. Места определены – центральная часть города. Причем стандартные контейнеры убирать пока не будут. Работать с привычными баками смогут и новые мусоровозы. Автомобили универсальные. В этом и заключается их уникальность. Три в одном, говорят местные хозяйственники. Здесь что внутри? Вот это грейферный захват с ротатором, который на стрелу вставится. И можно работать, грузить сыпучие материалы, нестационированные свалки. Под разборки каких-то мусоров, еще чего-то убирать не надо. Для этого отдельные эскаваторы, самосвалы. Новые автомобили коммунальному предприятию обошлись в 14 миллионов рублей. Деньги выделила администрация Ненецкого округа в рамках муниципальной программы по благоустройству. Мусоровозы изготовили из самых современных комплектующих. Например, манипулятор итальянского производства. Управлять мини-краном можно не только вручную рычагами, но и с помощью беспроводного пульта. Радиус действия 25 метров. Сложности особо нет. Здесь только в плане соблюдать алгоритм действий. Не нарушая алгоритм действий, тогда будет все нормально. Получается, здесь у нас ручное управление. Переключаем на радиоуправление. Можно ходить, управлять. Теперь, чтобы выпустить автомобили на линию, необходимо дождаться установки с заглубленных контейнеров. По словам специалистов, если новая технология хорошо себя зарекомендует, то в будущем подобные пластиковые баки появятся и в других районах города. Олег Хатанзейский, Антон Водряков, Телеканал Север.